Личные события. Если говорить о процессе создания культа личности в современном обществе, то в большинстве случаев он развлекает не спонтанно, а благодаря тщательной работе. И в самом процессе принимает участие, как правило, три ключевых игрока. Это сама личность, окружение его ближайшее и народ. Безусловно, главную роль играет сама личность, так как в ней должны сочетаться определенные характеристики и качества. И одним из важнейших качеств является харизма, которым человек заражает свою целевую аудиторию и общественность в целом. Говоря об окружении, то безусловно, над созданием и моделированием культа прямо или посленно работает ближайшее окружение лидера. И в ближайшем окружении лидера также есть определенные требования, и наиболее важная из них это личная требовательность и мастерство. Плавно переходя к рейдю пиар в формировании культа личности, можно сказать, что пиар позволяет создать определенную модель, необходимую для формирования культа личности. И в работе были выявлены этапы формирования культа личности в современном мире. Это создание и поддержание эффекта узнаваемости персона в узких кругах, затем расширение границ поблизости персона, внедрение в информационное пространство необходимого образа, формирование ключевых характеристик, формирование авторитета и формирование эмоциональной привязанности. Результатом эффективной преоблизимости на всех этапах станет достижение эффекта безвеличивания персона, что в свою очередь способствует формированию культа личности. Также сегодня понятие культа личности можно связать с брендированным отдельным личностям, тогда человек уже превращается в людину цикловаря. Для создания культа личности необходимо использовать различные пиар технологий, среди которых можно выделить технологию внушения, технологию подражания, технологию манипуляции, технологию признания, а также технология World of Mouse или сарафанное радио. Рассматривая культ личности Эльнады Чи Гевара, необходимо отметить, что данный культ является не свойственным для своей эпохи, так как он был создан стихийно на территории Латинской Америки в 50-60-х годах 20-го века. Следовательно, можно сделать вывод о том, что данный культ личности неравокальный характер и четкие думанные рамки. Также стоит отметить, что ни сам революционер, ни политическое и ни ближайшее окружение не делало никаких специальных усилий для того, чтобы возвеличить данного человека и представить его общественности в качестве лидера. Однако, если рассматривать, если анализировать сложившийся культ, можно выявить факты в биографии, которые в какой-то степени способствовали созданию данного культ личности. Во-первых, он был выходцем из народа, то есть он родился в простой, небогатой семье. Он с детства болел астмой, и именно это повлияло на его решение о дальнейшем образовании, он получил медицинское образование, и мотивация стала помогать людям, так как сам он не мог справиться со своей болезнью, он решил, что он хочет помогать другим людям бороться с их любыми. Также это близость к народу, он никогда не ставил себя выше других и всегда считал себя единым с обществом. Его революционная деятельность, безусловно, которая у него несколько огромных отпечаток и в истории Латинской Америки, и в истории народа. А также это героическая смерть, он ходил, сражаясь за интересы простого народа в Боливию. На протяжении всей своей жизни он подчеркивал свое объединение с народом. Он никогда не ставил себя лучше других, даже занимая определенные должности уже непосредственно на политической армии. И считая себя единым целым с населением, он получился колоссальной поддержкой. Сначала жителей отдельно кубинского государства, а затем и почти всего латиноамериканского континента. Анализируя создание и формирование культуры личности с точки зрения пиар, можно выделить следующие этапы. Это формирование известности в русских кругах, затем расширение известности, формирование образа своего, достижение эффекта похоронения на Кубе, признание первого лица государства. За Фиделя Кастро, который и по сей день в своих интервью называется исключительно положительно об этом человеке, и говорит, что на тот момент его идеи были гораздо мудрее и грамотнее, чем у самого Фиделя. Далее это признание масштабного государства и как результат с обезвенчением. После смерти революционера прошло 43 года, однако латиноцкая века до сих пор считает его своим героем и активно несет этот посыл в массы. С точки зрения ПИА можно увидеть следующие технологии поддержания футов личности Чагивара. Это публикации в СМИ, которые и в русских, и в европейских, и в латиноамериканских. Это открытие мегалов и памятников всей Латинской Америки и также так называемый маршрут Чагивара, когда каждый желающий, но в основном туристы, может пройти последнюю кучу Чагивара по его тропам. Это визуализация образа. То есть, говоря о Чагиваре, у многих сразу возникает образ, черный портрет на красном фоне. Продвижение образа героя в массы, но преимущественно на Кубе очень много где можно встретить его портрет на стенах, на плакатах, в комнатах, в каких-то государственных учреждениях. И сегодня, переходя к выводу, можно сказать, что Чагивара превратился в некий пиар-персонаж и в некий бренд, который достаточно хорошо продается и в образе используется в различных сферах, таких как литература, кинематограф, фотография, фэшн-индустрия, а также ресторанный бизнес. На Кубе специально отмечается гимн героического партизана, это считается государственным праздником. И, следовательно, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что не было целью создать данную путь личности непосредственно у самого революционера, но он в личности все-таки был, но он носил временные и локальные ограничения. И можно сказать, что путь личности эволюционировал в некий коммерческий проект на сегодняшний день. Спасибо за внимание. Какую литературу вы пользуетесь? Какие источники были? Литература была самая различная, начиная с исторических учебников, рассматривая как уличный вид в целом, как историческое понятие, было проанализировано много биографических источников, акту биографии, высказывая политические деятельности, высказывания друзей, родных, родственников, высказывания тех, кто не пригодовывает деятельность и страны, также фильмы и показатели. Спасибо. Ничего вы говорите? Скажите, пожалуйста, в чем практическое значение? Практическое значение в том, что путь личности здесь рассмотрен в контексте деятельности. Следовательно, учитывая роль личности сейчас в современном обществе, можно сделать вывод о том, что данная работа вносит практический характер, так как при помощи эффективных технологий не любой, но практически любой личности можно ее возвеличить на остальные. Это очень полезно, мне кажется, руководителям их крупных компаний, так как зачастую деятельность компаний в какой-то степени воспринимается через личностные отношения общественности к нему руководителям. Спасибо. Вообще, вы просите? А, вот, простите, я не смогу это задавать. Скажите, пожалуйста, в разное мнение понятия культивичности всего как негативной оттенки, так и в позитивной оттенки. Оттенки праздники совершенно. Скажите, пожалуйста, оттенки праздник.